всем привет у меня опять наспела куча помидор и я занимаюсь помидорами собственно саку взяла я этот рецепт когда-то из интернета сейчас уже много лет им пользуюсь и хочу поделиться с вами помидоры в собственно саку получается очень вкусный и чем больше баночек тем лучше сейчас я их перемою разделю миленькие все пойдут у меня в баночку а крупные переспевшие все пойдут на томатный сок рецепт очень легкий сейчас вот крупные помидоры и сильно спел мы просто разбиваем на комбайне до однородной массы и ставим кипятить минут 15 все три килограмма помидор у меня перекручено на комбайне просто и теперь мы ставим на плиту и не забываем помешать должно провариться 15 минут пока варятся наши помидорки мы приступаем закладывать наши цельные помидорки в баночки баночки я как всегда мою просто в посудомоечной машине буду выбирать вот такие баночки ну или трогать конечно не забываем помешивать томатный сок чтобы он не подгорел приступаем к нашим баночкам и к нашим помидоркам я немножко затянула у меня почти все помидоры переспелые может быть это даже лучше и будет еще вкуснее по рецепту у меня идет три килограмма разбитых помидор три килограмма свежих помидор чесночок перчик и все я уже сказала рецепт очень просто сейчас на дно баночки вот я зубчик чесночка всегда делю пополам можно нарезать дольками закладываю чесночок я делаю в разные баночки и литровые но все уже потому что баночек не осталось баночек уже практически нет последний а я еще не приготовила подлив я обожаю страшно подлив он идет у меня и больше если я хочу просто больше без свеклы и подлив и подлив голубцы перцы котлеты если надо быстро протушить я обожаю поэтому подлив нужно делать в любом я везде кидаю по два душистого перчика щепотку буквально три-четыре кидаю острого перчика у меня тоже заканчивается я уже все извела и всегда ну не во все баночки не во все баночки потому что они все любят это корица и я ее положу по одной штучке в баночку баночки обязательно помечу и только для себя и теперь просто заполняю баночкой баночки помидорками в произвольном порядке никаких дырочек в помидорках я не делаю я они все равно все лопаются поэтому я просто закладываю помидорками теперь наши помидорки заливаем крутым кипятком я заливаю из чайника и накрываю крышечками крышечки я прокипятила в кастрюльке сейчас все зальем и оставляем на 15 минут Заливаю, как я уже говорила, крутым кипятком, накрываю крышечками, которые прокипятило в кастрюльке И все это дело накрываю полотенчиком и оставляю на 15 минут Ну вот, прошло у нас 15 минут Сейчас нужно добавить соль и сахар По рецепту идет на 3 килограмма помидор разбитых идет 2,5 ложки соли Но я положу 2 и буду пробовать и 9 ложек сахара Сахар не бойтесь, сахар не испортите У меня большая ложка, поэтому я кладу 2 ложки соли с горкой И буду еще пробовать и 9 ложек сахара Поэтому сразу, никогда по рецепту, если стоит 3 ложки соли, я никогда не ложу сразу всю Я кладу, варю и потом пробую и 9 ложек сахара Также надо не забыть положить уксус, а то у меня случаевые Не забродило, когда я не положила уксус, но мне не хватало вот этой кислинки У меня 25% уксус, я ложу столовую ложку Если у вас 9% уксус, то надо ложить 2 ложки И теперь вот этот вот уже соус помидорный надо проготовить 5 минут И можно заливать наши баночки Рассольчик наш томатный доготавливается Сейчас нужно слить воду с баночек Просто водичку выливаем в раковину, она нам больше не нужна У нас уже все готово Я заливаю свои баночки Я немножко всегда не докладываю помидорок до самого верха Чтобы потом легко было и удобно заливать Чтобы наш томатный сок растекался по всей баночке Потому что сок обалденный Я уже даже много раз делала и томатный сок Сейчас вот налью Если где-то у меня небольшие вот дырочки здесь Я вот немножко ложечки поправляю И у нас тогда везде все заполняется Обалденный получается рецепт Просто советую от души В этом рецепте еще очень важно Укутать эти помидоры как можно теплее То есть сейчас закрутим баночки И обязательно хорошо по двумя одеялами укутаем Наши помидорки в собственном соку готовы Конечно для моей семьи это мало Надо делать еще Я вам советую от души приготовить этот рецепт А я сейчас буду укутывать свои помидорки